привет ребята привет господа дамы я уж не знаю сколько на сегодня по по половым нашим признакам меня зовут александр херетикс это фэнтези фантим фэнтези шоу поэтому я рад вас приветствовать скажите пожалуйста как меня видно как слышно чтобы быть уверенным полностью что у нас сейчас все с точки зрения технической части великолепно пишите в свои чаты и как только мы убедимся что все супер мы уже будем начинать так сейчас 2 секунды здесь ага связь отлично все хорошо круто круто тогда начинаем ребята у нас уже четвертый выпуск фантим фэнтези шоу у нас были с вами был клюшка так сказать представитель до хоккея был алекс маляров представитель так сказать футбола был у нас мамуин представитель букмекерских до всяких контор мы узнавали их мнение по поводу фэнтези спорта по поводу перспектив по поводу как они играют по поводу как они зарабатывают и сегодня четвертым у нас покерист человек который в принципе сделал себе имя именно на покере который заработал кучу просто денег и когда увидел эту сумму там что-то около сверх 300 300 тысяч долларов это лишь то что как бы официально известно неофициально там скорее всего сумма гораздо гораздо выше поэтому встречаем аплодируем и ждем ответов на на вопрос как все-таки зарабатывать деньги не только в покер но и фэнтези спорте леонид лебронько лагунов приветствуем его привет привет леонид привет да всем привет привет саша привет привет ты мне прям немножко даже засмущал своим представлением почему я я сказал лишь лишь то что я нарвил о тебе в интернете интернет никогда вот не может обманывать понимаешь ну хорошо твои слова то как говорится до покерному богу в уши профит только роз да да ну профит и и в покере но и профит наверное фэнтези все-таки правильно нет конечно фэнтези это на данный момент скорее увлечение которые приносят какой-никакой доход потому что all-time я в плюсе так что приятное с полезным как говорится отлично отлично окей ну слушай есть так как ты все-таки как как покерист я хотел бы узнать каким образом ты вообще познакомился с покером с покером именно покером да ну начнем я думаю с покером это тоже интересно будет да я в принципе игровой то есть я например умею играть во все виды спорта по чуть-чуть ну кроме хоккея потому что не очень люблю на коньках кататься вот так там баскетбол гандбол волейбол пляжный волейбол бадминтон теннис как бы во все то есть мне легко дается именно вхождение во что-то и соответственно я играл в доту и в какой-то момент я ее удалил я ее удалил и решил что надо чем-то другим заняться как раз тогда 2000 конец 2008 года это я был на пятом курсе университета и покер как раз только появился на телеэкранах и у нас было был форум локальной сети то есть саратовская и там начали организовывать просто какие-то фановые турниры по покеру вот я решил по поиграть то есть мы собирались там назначалось время и мы вот там в каком-то приложении супер простом там друг другом рубились а потом случайно там увидел про бесплатный депозит на пакер стратеги как говорится пошло-поехало так вот и затянуло как раз был финансовый кризис я себе как тот сказал сейчас попробую чуть-чуть поиграя если пойдет как бы то продолжу если не пойдет то не продолжим в итоге пошло и собственно вот уже десять лет можно сказать что в строю и ты десять лет занимаешься исключительно до покером или тут скорее на данный момент это уже около покер то есть я не могу сказать что я зарабатываю сейчас в первую очередь игрой то есть уже пошел какой-то вот стримерский контент да то есть у меня вот буквально сегодня круглая дата у меня миллион просмотров на канале твича и близится 10 тысяч фолловеров на твиче поэтому для меня это такие круглые даты и собственно покер как бы я по-прежнему играю по-прежнему выигрываю но дополнительный доход я уже получаю там от стримов от тренерской деятельности от какой-то рекламы на стримах то есть все все вместе отлично ну то есть ты перешел больше на какое-то на шоу-бизнес до покерные обсказал бы и на обучение да наверное обучение обучение в меньшей степени то есть это я просто как один из вариантов скажем так заработка но получается что за 10 лет за 10 лет уже тяжело находить мотивацию запускать столы как бы как видят как видят покер например люди которые не играют в онлайн покер они представляют что вот это какое-то прокуренное помещение люди там в ковбойских шляпах садятся достают карты и вот они шлепают их на стол со словами я лын там вскрытие ты побеждаешь все там было обнаженной девушки к тебе подходят вот а как выглядит суровые будни покериста у тебя просто там 12 16 столов плиткой просто цифру так тын 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 ты только успеваешь тыкать на мышку как бы сидишь просто там по 12 часов вот так вот смотришь монитор ничего не понимаешь никакой там жизни вне столов то есть и чтобы много зарабатывать на какой-то постоянной основе нужно просто с головой погружаться покер сейчас уже столько нет столько нет времени потому что сейчас уже семья и ребенок полгода недавно нас полно то есть уже не получается себя мотивировать проводить так много времени поэтому я вот порой смотрю даже за стримами других покеристов и мне немножко зависть и вот этому азарту их вот этому вовлеченности в процесс как они вот как для них там каждый выигранный банк это там что-то невероятно они искренне радуются а для меня это уже как бы тысячу раз случившийся факт поэтому пропадает вот это удовольствие то есть покерист который там играет уже много лет и сохраняет мотивацию но это я перед ним снимаю шляпу то есть это конечно вызывает огромное уважение у меня к сожалению так уже не получается полностью искренне радоваться всему поэтому немножко уже как бы отходит на второй план и с удовольствием бы я кстати сменил свою деятельность на фэнтези мы собственно так фэнтези пришел два года назад тима таймер предложил мне там поучаствовать в проекте мы тоже как-то вот пытались думали что перед чемпионатом мира взлетит тема фэнтези футбола в россии и подумали что неплохо было бы эту нишу занять но в итоге видишь только через два года можно сказать что на российский рынок прям вот так вот уверенно фантим пришел до этого до этого я играл в сезонный фэнтези на спорте ну собственно только на спорте я так серьезно играл то есть каждый год я там у меня самый там большой результат это был топ 200 по-моему я попадал но это круто нет сколько там чек ну да это вот это был единственный сезон который вот и где-то третий четвертый год который я играл и папа л я вот зашел там в топ 200 при том как бы я мог забраться и выше но на майский праздник куда-то уехал и два сдвоенный тур какой-то пропустил и из-за этого меня как бы откинуло но и уже там отыграться я не успел атака я реально боролся там в лиге тоттенхэма где-то я в десятке шел и не думал что вот хотя бы в лиге тоттенхэма я займу какое-то место и вот собственно два года как я знаком с фэнтези футболом окей слушай ну я хочу еще немножко как бы тему покера немного подзакрыть я видел видеоролик с турнира какого-то там millions что-то там после очень до сочи и ты там я так понимаю занял ну пятое место по 5 ну это насколько для тебя в принципе вот этот турнир когда ты так на него ездил был в одну важен или это был какой-то очередной турнир оффлайн на который ты просто до поехал нет это был на тот момент мы самый крупный турнир который играл то есть можно сказать что это было стечение обстоятельств тот турнир я собирался там буквально феврале где-то того в 2017 год был феврале 2017 года я уже собирался но не то чтобы спойкером заканчивать наоборот я хотел заканчиваться стримерской деятельностью потому что она тогда ну вообще никакого дохода не приносило и я подумал что все надо как бы закрывать лавочку уже собрался как бы сворачивать там все свои стримерские какие-то приложение удалять их с компьютера и тут мне написали там предложили сначала в один покер-рум и вот как раз party покер это был вторую как бы они пришли на российский рынок и хотели вложить много денег и соответственно им понадобились стримеры которые известны в русскоязычном комьюнити наняли меня и мне дали на этот турнир билетик на сателлит бесплатный чтобы я его сыграл я с первой попытки его выиграл я его выиграл в июне это только-только начались отборы и как бы все лето и ну и там я поигрывал поигрывал а билетик у меня как бы висел все я еду в сочи в сентябре а вот я в сентябре поехал в сочи и как-то ну в общем первый день мне жутко не складывалось а так получилось что я ну последний ну к тому моменту перестал особо ездить на оффлайн серии потому что у меня было ну что-то и по 10 поездок вообще без без каких-то призов без каких-то намеков на призы и меня это очень сильно напрягало я думал ну зачем мне это надо ну я там достаточно большие затраты на проживание перелеты выхлопа никакого нет я подумал типа вообще не буду ездить и тут у меня как бы получилось мне подарили я выиграл надо ехать то есть я оказался в сочи вот мы там с друзьями с друзьями заселились и обычно я продавал доли покерные турниры то есть как бы в меня вкладывали деньги потом я часть выигрыша должен был отдать но тут не было вот не то что я верил что я там выиграю что-то или что-то я в тот как бы кон решил что мне стыдно что я столько продавал и ну на вот эти оффлайн это я никому не продал доли ну то есть только вот я потом менялся уже там с другими сильными игроками уже там в более поздней стадии то есть там не все деньги получились моими но как бы сам факт что получать что большую часть все равно удалось мне забрать какая сумма сумма кабла ну в итоге итоговый приз 200 тысяч 200 тысяч долларов да это естественно был самый большой турнир самые большие мои призовые финальный день финальный день я просто там ну я проснулся там в 6 утра нас оставалось там помню человек не помню двенадцать пятнадцать или или двадцать неуждают честно говоря для меня все было как в тумане я пришел я шел вот просто не знаю я шел не на главный бой я не понимал что происходит я я пришел сел за стол мне началось там складываться я вышел на финальный стол уже там слова поддержки для меня там волнение там адреналин то есть таких эмоций я уже там давно не испытывал то есть это уже был мой восьмой год в покере я конечно там ну что говорить после вот выигрыша я у меня вообще не было никаких эмоций в плане вот я был вот выжат как лимон из-за стресса который я пережил скажем так выйти там два финальных дня меня потом просто я болел вот просто мне организм настолько но выжился то есть я болел у меня организм из-за стресса как бы просто отказал у меня все все у меня все болел все болячки повылазили то есть я еще как бы ну настолько вот для меня это было потрясением поэтому где-то на там за столом я себя сдерживал но как только турнир закончилась я говорю что организм у меня просто отказался леоня больше так не надо приходи пришлось спать до несколько дней для того чтобы буквально буквально там неделю именно вот занимался восстановлением себя то есть чтобы прийти в норму как бы я не только успевал отвечать на смски с предложением открыть какой-то бизнес или там вложить деньги в их бизнес все должны все должники позвонили поздравили первыми все смс очки а должники прям телефоне леоня поздравляю тебя чё там как-то может реструктурируем может там это еще да да займешь понятно понятно ты вылетел туз валет на тузы правильно я я такой очень везучий человек который на финальном столе попал два раза в тузы ну то есть мне я туз король в тузы проиграл и туз валет в тузы на той ситуации где где как бы ничего не по-другому не мог сделать и при этом сумел дойти до пятого места то есть могло все сложится совсем по-другому а там призовые были ну то есть там восьмое по место 25 тысяч долларов 5 уже 200 а следующие 350 что есть там любое дальше как бы место уже уже давал существенный прирост финансов окей окей хорошо ну то есть мы поняли мы поняли я думаю что и я понял и зрители наши поняли о том вообще с кем мы имеем дело 100 у нас сегодня на на наш на нашем шоу один раз повезло не а ну окей везет во-первых везет сильнейшим это очевидный да факт потом если ты обменивался долями и как бы у тебя были какие-то бекерские до моменты то очевидно что значит тебя оценивают до другие покеристы как все-таки игрока со скиллом поэтому вот будут вдвойне интересны сейчас именно начать уже тему темы темы фэнтези чтобы понять как на на сколько вообще как бы покер может связать с фэнтези насколько ты как покерист себя чувствуешь в этой фэнтези тусовки ребята я хочу сейчас немножко как бы до прерваться рассказать по поводу того что у нас да ну сегодня как бы будет что у нас сегодня будет безусловно мы с ли они нам сейчас продолжим разговаривать на интересные нам каждому из нас темы также у нас с вами есть аж 10 билетов на турниры по английской премьер лиги и мы разыграем их следующим образом 5 турниров получат те из вас кто задаст самые классные вопросы эти вопросы вы можете задавать как в группе фантим на русском так как twitter фантима также вы можете задавать эти вопросы в группе фэнтези премьер лига тоже вконтакте либо можете задавать вопросы просто в чате мы потом вместе с лебронькой отберем 5 лучших вопросов и мы вручим билеты по английской премьер лиги остальные 5 билетов будут разыграны в супер фрироли с интересными правилами с интересным составом матчей ну а по фрироли все-таки мэнер скажем расскажем чуть чуть позже уже под конец нашего стрима так что ребята ждите скоро у нас будут ответы на все наши вопросы и скоро в конце мы как раз вместе с вами поучаствуем в нашем любимом фрироли всем привет кто пришел этот видел многие многие нам нам писали поэтому всем всем привет от меня и от нашего гостя так ну что давай наверное теперь перейдем к фэнтези и значит ты пришел в фэнтези благодаря своему другу и товарищу дали руда и как что вот ты узнал про эту про эту тему какие твои вот ну действия шаги были с чего ты начал вот ты спросил чем покеристы когда кириста относятся вот ну там как как покер как покерная карьером помогла бы в фэнтези да да здесь очевидно что для покериста самое самое простое это было знакомство с интерфейсом то есть вот депозиты выводы средств то есть все это знакомо все это похоже поэтому с этим у многих людей которые например хотят поиграть фэнтези возникает ну а проблемы там где-то вот например сейчас там где-то блокирует карты или там просто какие есть методы депозита покеристы уже знают и пути обхода как блокировок и какие там есть платежные системы которые легко работают с которыми как бы комфортно себя ощущаю то есть такие вот более технические моменты опять же интерфейс там набора команды и так далее все это за счет того что чем-то где-то похоже какие-то смежные есть пересечения по терминам и так далее то есть гораздо проще влиться скажем так в суть фэнтези спорта ну и а мне как я уже говорил я как игровой человек мне достаточно легко даются все правила все вот эти вот механизмы простейшие поэтому я достаточно быстро разобрался достаточно быстро мне стало понятно за счет чего можно можно выигрывать сюда опять же там какие-то стратегии там например стакинг и так далее это все когда покерист приходит у скажем так покеристы выше среднего у него работает аналитический склад ума то есть первое и и что работает фэнтези что работает в покере это копирование стратегии лучших то есть что покеристы смотрят за игрой самых сильных игроков находят там какие-то игровые линии какие-то розыгрыши и пытаются понять почему они так сделали пытаться применить и где-то у себя в игре то же самое фэнтези абсолютно также работает то есть пару турниров сыграл посмотрел что результаты плохие открыл команды победители увидел что у всех стаки например из двух защит проанализировал что действительно как бы выгодно брать стаки из двух защит на следующий тур который я собирал я уже искал команды с клиншитами и уже выстраивал команды от этого то есть и поэтому ну с точки зрения перехода из покера фэнтези все далось легко поскольку я все-таки с детства занимался футболом и футбол мне интересен не только с точки зрения самой игры но я например очень хотел бы себя попробовать в качестве тренера футбольного и и я собственно там пытаюсь делать некоторые шаги даже в этом в любительском футболе вот например сейчас в команде меня номинировали на роль тренера правда я наверное вот мы в среду сыграем последний матч я с команду уйду потому что игроки как бы отказались принимать мои идеи и буду себя дальше как-то реализовывать поэтому мне то есть я и так смотрел матча не только с точки зрения там голов забитых а там перемещение каких-то движений то есть для меня поиск в этом плане джокеров гораздо легче потому что поле в целом она старается брать ну например игрок забил два гола и она на следующий тур берет этого игрока потому что думать но он забил два гола я например смотрю что человек мы просто там с двух отскоков какие-то левые там голы забивает а например человек который создал там ну десять шансов для своих партнеров ни одного гола не забили естественно я на следующий тур возьму человека который отдавал эти передачи а не тот кто забил два гола а с учетом что фантим обычно как раз реагирует на голы там иглевые передачи в прошлых турах в своем ценообразовании то как бы для меня это еще больше упрощает сбор команды так как обычно эти игроки которые играют хорошо но не набирают несколько туров в результативных действий они резко падают в цене и и очень яркий пример вели более из вулверхэмптона если даже открыть последний тур вулверхэмптон играл с фулхамом естественно там все брали все брали защиту волков и у боли цена была самая низкая ниже чем у коди ниже чем у беннета вот с чем это связано я лично вообще не представляю потому что а боли забил больше но он забил четыре беннет с коди на двоих один боли не сказать чтобы там получает желтые карточки например тому боли там ну типа 45 карточек у беннета по-моему то ли 11 то ли 10 боли ходит на каждый стандарт штрафную коди остается сзади на всех угловых это я понял по матчу когда я занял третье место в мэйне мне 0 не нужен был сухарь вулверхэмптон в итоге боли забил на 94 гол как бы принес мне там третье место по итогу а я болел ну чтобы пошли как бы а там разница была такая у меня типа боли и коди а у моего конкурента боли и бэннет вот и каково было мое удивление когда коди просто стоял центральном круге они проигрывают 1-0 а коди все равно в центральном круге меня это просто бесило я рвал на себе волосы думал какого фига я взял как бы ну коди а не того же и вот таких это самый простой как бы пример когда вроде бы они все играют в обороне вроде бы человек думать но он центральный защитник значит он может забить с углового а в итоге вот на прошлом сам фэнтези стриме я открыл его understat и у человека x-a и x-g за сезон за 35 матчей угадаешь нет не знаю сколько 0 0 0 0 0 а да ладно даже нет 0 0 1 не 0 0 там 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 то есть человек тупо не оказывается в штрафной вообще то есть он вот на центре поля стоит как бы все но многие менеджеры например этого просто не знают потому что они матч у улверхэмптона не смотрят они как бы думают ну наверное просто не везет да там там вольдер wearel бы 0 голов за сезон как бы и этом negro коде но голов за сезон в альдер wearel бы там 20 ударов за сезон а у этого ноль в дара за сезон вы и вот за счет этого ну как бы понимание кто как играет и что из себя представляет то есть просмотр матча и вот фэнтези можно получать неплохое преимущество а ты смотришь до матчи получается ну в целом в целом я не я вот честно признать у меня не был даже платных каналов но он вам то ли в марте то ли в апреле когда вот я прям вот плотно на фэнтези подсел я себе подключил платные каналы заплатил плачу 300 рублей в месяц и смотрю ну как бы по возможности по возможности то есть если есть минутка там я включаю какие-то матч именно с той точки зрения чтобы узнать кто там по пиком но лучше то есть кто кто по игре именно может приносить не по своей статистике потому что статистику смотреть может каждый а вот игру посмотреть может не каждый ну да и если особенно ты смотришь не просто на ну там как голы забивают а кто как именно открывается кто как играет кто как что делает то ты можешь не только видеть джокеров но и оценивать форму текущий игроков то есть к примеру вот взять андерсона вот он там из вестхэма он в середине сезона просто разрывал он дал ну королем то есть вся команда играла на него вся команда играла на него и конец сезона выздоровел лансини в хорошей форме антонио и вся команда играть через лансини и антонио вот андерсон при этом на фантиме стоит также высоко и дороже них но по факту как бы его их джекса очень сильно проседает и низ несмотря матч ты этого никогда не узнаешь но можешь еще стрим ли бронки посмотреть по фэнтези я обычно не скрываю как бы говорю что ребята вот этого не берите именно по своим каким-то личным но вот просмотр футбол я считаю для фэнтези во-первых фэнтези само по себе повышает интерес к просмотру матча главное как вот у кого-то как раз то ли в интервью в твои ну в твоих только там то шоу то ли в текстом каком-то я не помню человек сказал когда я собираю 40 составов смотреть футбол становится неинтересно потому что все исходы как бы уже как бы обыграны и ты просто ждешь результата то есть смотреть неинтересно я поскольку собираю мало команд мне смотреть интересно потому что я знаю какие результаты мне более выгодны какие менее выгодны плюс каждом матче когда я опять же болею за результат я также уже на будущие туры присматриваю кандидатов своей фэнтези команд а за кого ты боишься на этой неделе очевидно что за тот он хэм не забыла я имею ввиду вот и еще которая не закончилась сегодня 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 варди варди вот у меня как раз ты по мой состав открыл да я как раз ты готовил состав то есть у тебя два состава сейчас из 7 до призах идут и тебе нужно вот тут варди а здесь нужен у тебя сейчас посмотрим там варди телеманс по моему а варди телеманс да скажи как ты готовишься ну как ты готовишься к стриму то есть понятно что ты стараешься на матч посмотреть как мы поняли еще какие ну что ты смотришь для подготовки то что на стриме собираешь ты не меняешь потом команду не я меня не меня естественно ну например я вот собрал например вот буквально вот этот состав который сейчас у тебя открыт он был рассчитан с вратарем норрисом которого там все улверхэмптона предрекали мне пришлось отказываться от третьего защитника ливерпуля и там ставить но карта потому что ну просто никто не влазил как бы никак я не мог найти там хороших сочетаний ну вот я думал отказаться от и гуаина может быть чтобы третий защитник ливерпуля в лес вот ну как-то вот я пытался там уместить то есть в целом я меняю меня естественно как только объявляют составы я проверяю все ли все ли выходят а на основном составе и то есть где-то опять же вот я перебираю ну бывает на нахожу ошибки то есть все таки я собираю где-то 5-6 составов 5-6 составов и мне важно чтобы я хватал максимальные исходы то есть я стараюсь не делать например защита ливерпуля атака волков и потом следующая команда состав например защита волков атака ливерпуль я стараюсь как бы не так не делать чтобы например у меня вот есть бумажка 8 раз прошлого тура сейчас я не знаю вот там видно то есть меня например тут типа у каждой камня выписал команды основные которые я хочу на тур и атака оборона как бы вот я ставлю плюсики кого и ну кого я например в атаку кого я в оборону ставлю и стараюсь чтобы не не пересекались потому что у меня был один один тур когда я собирал много команд и тут чуть 15 команд и после него вот я осознал насколько плохо я их собрал то есть получилось так что не сыграла буквально два матча из моих предсказаний меня запоролись ну там 80 процентов составу потому что я их компоновал таким образом что у меня как бы в каждом составе было вот что-то что не зашло из-за этого как бы порушилась все то есть я из-за после этого стал от выписывать на бумажку и как-то стараться компоновать именно чтобы не было пересечений то есть максимум то есть именно корреляцию да так называемый смести к минимуму да то есть я старый старая то есть я знаю например у нас там друг в конфе он посчитал что защита ливерпуля типа топ и вот он собрал там 10 команд из них 6 защита ливерпуля то есть он вообще как бы ливерпуль стем ливерпуль стем ливерпуль стем то есть я как-то по-другому немножко пути стараюсь эти сейчас стараюсь в одну корзину яйца не складываю ну да да ну я думаю что это правильная так сказать методика ну логично скажем так более логично и окей знаешь что давай попробуем обратить внимание все-таки на наших еще зрителей и на вопрос да какие-нибудь ответить давай давай сюда а ты вопросы постарайся там ну запоминать и за что их как бы напомню тебе и ну лучше мы вручим потом билеты на английскую премьер лигу окей вот первый беру первый вопрос с группы фэнтези премьер лига чтобы ты лично изменил на сайте фантим возможно сейчас это не конец возможно добавить какой-то новый формат либо расширить скоринг ну в том числе может футболе честно скажу я такой приверженец что ли постоянство от меня жена постоянно упрекает что например если мне какое-то блюдо понравилось то я буду вот ну например вот мы приехали на отдых на кипре мы зашли в кафе мне понравилось этом курица под соусом песто вот мы семь дней ходили в это кафе я шесть раз заказал курицу соусом песто потому что она мне нравится я не стал она перепробовала все все меню как бы заказала 7 разных блюд я шесть но я как бы на последний день сломался заказал какой-то другой но как бы у меня вот ну я люблю постоянство мне в принципе на фантиме нравится единственное что мне не нравится это какие-то косяки именно с сайтом в плане там каких-то зависаний каких-то вот багов вот если бы мне сказали что-то изменить на фантиме то я бы в первую очередь обратил внимание чтобы было вот все плавно комфортно без всяких зависаний без каких-то там косячков мелких которые ну опять же как покеристу да мне их проще переносить потому что в покере тоже есть румы как бы первого эшелона есть румы там второго эшелона да и соответственно на румы второго эшелона тоже косяки встречаются ты при ну к этому привыкаешь и как бы с пониманием относится потому что площадка развивается обычно да здесь фантим тоже можно сказать что развивается там вкладываются деньги они что-то допиливают где-то функционал там улучшает поэтому я бы хотел вот именно только с точки зрения функционала с точки зрения там каких-то багов зависания то есть чтобы все было четко красиво чтобы любитель в первую очередь который приходил на сайт его не отталкивала как какие-то вот технические вопросы с точки зрения там набора там турниров каких-то вариантов то есть будет что-то новое будем пробовать а так вот например вот есть я например люблю английскую номер лигу я практически другие чемпионаты не смотрю хотя если посмотреть наверное по моей статистике то у меня италии испания порой наверное выше потому что я под акцию до под акцию я собирал пару раз составы этот и как бы я помню топ-1 не занимал на топ-2 топ-3 топ-4 у меня были в италии в испании то есть хотя опять же не следил особо то есть хватило просмотра двух-трех матчей и анализа статистики чтобы принять решение поэтому если резюмировать то какие-то форматы мне не так интересно вот именно улучшение технического вопроса это да но ты играешь и именно именно футбол да только то есть хоккей и бейсбол нет я вот как-то для себя опять же английском лигу я готов там смотреть даже там хадросфилд против брайтона а вот смотрите на примера и валикана против испаньола вот не готов смотреть хоккей не готов баскетбол раньше я любил меня даже ник или бронда он все таки от баскетбола я раньше любил баскетбол на первом втором курсе и здесь 10 11 класс то есть вот четыре года как-то я баскетболу посвятил потом пару раз галинастопа сломал как и закончила и после этого мне вот абсолютно вот я не могу я включаю баскетбол там даже нба даже матчи звезд я просто не могу я через 10 минут выключаю канал поэтому и соответственно играть фэнтези мне не интересно то есть я не пока что не рассматриваю там как средство заработка когда да я буду и пока я получаю удовольствие я смотрю футбол совмещая то есть я ставками вообще вот не интересуется зло совсем то есть я никогда не прям но не бетил не ставил там и так далее поэтому мне вот такой более игровой формат он намного ближе поэтому я только-только фэнтези от по английской мир лиги это вот то что мне нравится поэтому другое не лезут более ну более такой соревновательский до формат ну а другу на интерес а ну а в будущем ну насколько ты фэнтези в принципе воспринимаешь как возможно потенциальный твой вот именно основной заработок возможно когда гарантии подрастут людей больше станет я думаю что если у меня будет прямо как покерист они таким понятием оперируют как expected value ожидаемые выгоды если у меня и в вот игры фэнтези будет как бы хорошим если этим можно будет зарабатывать то почему нет бы но опять это убьет романтику то есть вот я думаю что люди которые там собирают по 40 составов они уже относятся к таким игрокам которые для которых романтики не ну не существуют они ну не то чтобы выкачивать деньги из системы но они как бы именно этим зарабатывают они ставят во главу угла именно свой профит я во главу угла ставлю пока что еще все-таки романтику там собрать победить то есть не грегу то есть у меня есть возможность зарегать там по 50 состава но мне это не интересно поэтому я вот за красоту и малое число сослов окей окей тут вот еще один интересный вопрос в антмо один задает как ты думаешь проблема ботов касается фэнтези спорта или по крайней мере ему или вот потенциально или может уже сейчас есть такая проблема и если есть то как вообще с ней бороться и можно ли и главное нужно ли с ней вот бороться с проблемой ботов это очень дискуссионный вопрос я боюсь для этого нужно отдельное шоу делать а окей ну если кратко если кратко то тут палка о двух концах с одной стороны если бота написано ну просто как бы очень хорошо то бороться с этим как бы бесполезно можно просто закрывать дисциплину и как бы закрывать фэнтези сайты и все вот пока боты не оптимально играют то обыгрывать их можно покере тоже есть боты и сильные игроки то есть там получается что боты они покере обыгрывают в основном слабых игроков вот сильные игроки зная что это бот они могут противостоять кроме там некоторых дисциплин например игры один на один который более легко просчитывается вот то же самое и фэнтези пока боты не скажем так не на работают просто там на каком-то космическом рои то играть можно пока их не настолько много играть может как только их станет много то по факту эта дисциплина умрет и там ничего не поможет потому что просто будут создавать как бы ботов же ты банишь опосля поэтому если не будет какого-то вариант супер инструмента то просто дисциплина умрет ну тем более тем более в принципе бот же не обязан до зареги регистрировать просто ты можешь какую-то автоматизированную программу создать которые эти просто состав будет максимально да то есть а ты вручную как бы это никак не засечешь то есть сразу за региона здесь здесь есть все-таки здесь есть все-таки всегда слова романтика опять прозвучит что никто же там никакой бот не может там спрогнозировать выход там какого-то человека или наоборот а возможно там что будет грузить например там sense ну то есть сенсации то есть боты наверно тоже будут как-то обыгрывать но именно собрать вот уникальный состав то есть обрати внимание сколько сколько составов чтобы прям один в один составов их все-таки не настолько много то есть нету нету турниров где первое второе место делят два менеджера с абсолютно одинаковыми составом то есть это говорит о том что игра еще жива как бы и потому что если бы было так ну то есть боты там уже поработили фэнтези спорт то тогда бы это было на постоянку когда турниры там но в топе были бы команды абсолютно одинаково просто от разных менеджеров это это будет первым симптомом что бота наступает но на твой взгляд сейчас эта проблема не ну не совсем актуально время еще наверно не пришло да я думаю что сейчас в основном менеджеры скажем так работаю там с какими-то excel табличками то есть но это скажем так полуавтоматизированный сбора состав . когда там они забивают какие-то коэффициенты в какие-то формулы там что-то вот это что-то подобное я честно говоря далек от этого поэтому нет тяжело сказать как это делать но в голове себе это так представляю как просто покерные формулы похожим образом вбивается в excel и он там выдает варианты розыгрыша то есть я так понимаю что примерно также может фэнтези но опять я не знаю как как это все здесь есть на самом деле и и углубляться не хочу а то вдруг тот сейчас подумает ага excel файл много пойду составлять да ну интересно я кстати ну немножко инсайта ну не то что инсайта я пару пару лет назад проходил такой курс на курсере который называется спортивная статистика и там был один урок который был полностью посвящен бейсбол фэнтези бейсбол фэнтези бейсболу я помню помню что там он грубо говоря объяснял на этом уроке каким образом грубо говоря формировать состав в бейсбольный ну с бейсбольные турниры благодаря вот этого благодаря определенному эксельском файлу он там давал формат эксельского файла там говорил куда что вбивать как как что это делать но я два года назад или год назад не помню я это просто просмотрел прослушал и в принципе как бы забил забил полностью вот но в целом я просто хочу сказать о том что это вот как раз курс был помню бостонского университета либо вот какого-то другого американского университета что но там в америке все-таки намного фэнтези далеко ушло да и тем более ну все-таки бейсбол является топ-1 пост по спортивным показателям вот относительно до других видов спорта досмотрели этот человек который изменился да окей у нас тут алексей бобров с ником клюшка спрашивает вот какой вопрос что нужно сделать индустрии фэнтези чтобы они узнали в покерном сообществе и заинтересовались хороший вопрос здесь для фэнтези менеджеров наверное приход покерных игроков он будет ниже то есть в целом мы должны рассматривать то есть нам интересен приток любителей приток любителей но скажем так лудоманов которые любят как бы гэмблить которые любят там поставить и так далее то есть я бы считал что приток игроков из покера он как раз ведет к увеличению числа регуляров которые будут по 40 составов вылегать и будут подходить к игре именно с точки зрения математики с точки зрения коэффициентов там и так далее поэтому я бы на его месте слишком этим вопросом не углублялся это просто когда если региере покерные которые ну действительно как бы думающие и так далее заинтересовал видит что в индустрии много денег и как бы здесь есть expected value то как бы они просто начнут его выкачивать из 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 скажем так экологии фэнтезийный поэтому здесь скорее нужно думать о том как завлечь сюда людей из а букмекерских контор и всяких вот этих папана или как они там называются которые там считают что они бьют грунт на самом деле просто и соответственно завлекать каких-то я не знаю там фиферов кто любит там в менеджера проиграть то есть людей у которых нету базы выкачивания день денег из индустрии и потому что иначе это как бы превратится как раз это просто ну то есть условно это если это вольется в покерные комьюнисты те люди которые пишут ботов например для покера просто скажут а почему бы нам не написать еще бота для для фэнтези и как бы на этом индустрии можно будет прикрывать отлично короче это как-то не очень оптимистично звучит да поэтому я и говорю что для покера индустрии приход для фэнтези индустрии приход покерных игроков это то есть не будет как бы бум эффектом когда там станет куча слабых игроков которые просто будут дарить деньги но с другой стороны видишь пока не будет куча слабых игроков и покерные игроки не придут в эту в эту тоже как бы взаимозаключается ну вот скажи ну а как хорошо как привлечь вот этих вот ну лудоманов я не знаю как назвать вот тут б скорее это но это какая-то какое-то партнерство например там но я не знаю бак партнерство с букмекерками это наверное не выгодно бы для букмекеров то есть терять клиент но как-то именно вот пытаться переманивать то есть ну не то чтобы раздавать листовки перед будками марафона да но что-то вот пытаться перри как бы перетягивать потихоньку оттуда то есть какое-то сарафанное радио там и так далее ты знаешь я вот есть я не знаю как правда сейчас но раньше было фэнтези на вот 1xbet я как бы заходил даже даже туда но вот даже несмотря на то что это один из бета есть целая как бы такой пункт с фэнтези вообще никого нет просто вот ну опять это понимаешь возможно нужно там реклама по телевизору то есть какое-то вот то есть вот чтобы твой фэнтези шоу уже там пары и там как покер свое время там появился парень по субботам после 12 и разбирать твоей команды ну давай договоримся с ними я согласен можно как раз там раздел эротика и вот твои там будем отлично я согласен я согласен если телефончик кому звонить там не знаю но это не да я пока не готов я веб-камеру сменю а потом я думаю поэтому окей окей так я понял ну скажи а вот что ты конкретно делаешь для того что фэнтези спорт продвинуть или вообще ну как бы делаешь ли что-то мы с тимофеем как раз то есть на джипси тим на крупнейшем по каком сайте ведем тему в основном тимофей ведет я отвечаю как раз за медиа какую-то составляющую стрима там в целом стараюсь вот у нас есть там конфа то есть я стараюсь новичкам подсказывать то есть если они хотят они скидывают тут состав я стараюсь как бы указать им на ошибки подсказать то есть чтобы они развивались чтобы они задерживались фэнтези спорте потому что очень большой процент это люди которые попробовали один раз не не поняли не разобрались естественно набрали там супер плохие составы типа из одного матча из разных команд там или там поля атаку одной команды и защиту команды которым противостоит и проиграли расстроились и больше как бы и поэтому стоит в том чтобы люди люди поняли в чем смысл и их это заинтересовало и потихоньку потихоньку они развивались и и переходим оставались оставались фэнтези ну то есть вы как аффилейты до полчаса действуйте ну да как белый ты вот своим игрокам мы стараемся всецело помогать ну и соответственно стрима общая доступная вот там наши конфи конфа например она для тех кто по нашей ссылке зарегистрирован скажи насколько на твой взгляд ну есть вот насколько вклад аффилейтов вообще в эту индустрию он имеет место быть ну по факту аффилейты они вкладывают в маркете и свои например вот там снимаешь видео бумагу да то есть там у тебя есть монтажер оператор вы тратите свое время но по факту это тоже деньги то есть мы там тоже там свое время тратим мы там организовываем какие-то там фрироллы там плюшки какие-то даем игрокам и так далее то есть стараемся вкладывать свои бюджеты силы и время и тем самым как бы наши усилия тоже не проходят даром понтик там дает оверлей гарантии мы даем как бы немножко другое но тоже то что полезно игрокам окей окей я понял ну то есть в принципе работа наша каким-то образом все-таки привлекая до людей вот конечно конечно слава богу теперь вот я могу продолжать снимать ролики конечно продолжать давай вопросик а не давай не знаешь к вопрос мне смотри джипси джипси играет на фэнтези на фэнтези сейчас или это ник просто вот такой мнение это он это он мы даже вот буквально там мы сейчас одну контору покерную представляем то есть покерок сайт и я им там помогал настраивать стрим и хихи в этот момент шоу-матч что тонхэма и он такой так у меня типа состав где там четыре защитника тонхэма это реально он сергей рыбаченко да он играет и он так с энтузиазмом я могу сказать что он собирает составы вникает всем он как раз вот этот был вопрос типа что лучше изучать статистику там или смотреть матчи вот сергей как раз он смотрит очень много матчей то есть он буквально там 24 на 7 он если есть у него возможность он что-нибудь досмотрит а с учетом что он там еще и там за латвийским футболом следит то у него вообще как бы спорт нон-стоп татка а что его заинтересовало фэнтези или как или это вы как-то его привлекли ну мы привлекает тимофей его старый друг и знакомый поэтому как бы они разговаривают встречи ну там встречаются разговаривать тимофей как бы ну я так понимаю рассказывал просто про фэнтези сергей заинтересовал он решил тоже попробовать отлично ну и даже тащит что-то я вот видела бы выиграл по лиге чемпионов турниру и на круто и сейчас помню там где-то я его видел каких-то из чемпионатов футбольных тоже там в топ-5 ну это предварительных результатов он стоял так скажи вот вопрос тут от славика лавриненко если бы у тебя был выбор победа тоттенхэма в лиге чемпионов или личная победа в мэйне на фантим чтобы ты выбрал я бы выбрал победу тоттенхэма потому что на фантиме в мэйне я могу выиграть максимум 38 раз в год тоттенхэм в лиге чемпионов я боюсь раз там в 10 лет дай бог что имеет шанс какой-то победить поэтому я бы наступил на горло собственной скажем так как это ну нет не жадность желание заработка корыстолюбия коры 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 своим целям и все-таки поболел бы за тоттенхэм чтобы они выиграли лигу чемпионов а насколько есть у них шанс на твой взгляд после первой игры с саяксом я думаю что шанс не такой маленький как все хоронят сон вот видите специально даже удалился сборно там чтобы набраться сил вот я ну в пабликах я так почитываю там в контакте конечно все считают что я уже там одной ногой то есть примерно для многих примерно барселона как бы на с той же вероятностью вы что я я уже как бы в полуфинале но так счет всего 10 и как бы что мешает тоттенхэму победить 10 более они уже как бы показывали и там и с реалом они в прошлом году и с ювентусом на выезде хорошо сыграли в этом году баруси обыграли с барселоны в ничью сыграли на пусть там у барса и второй состав был но тем не менее то есть тоттенхэм к один конкретный матч вполне может выдать супер перформанс и а для но для того что это не 30 как бы ну да сейчас ливерпулю нужно выдать супер перформанс в матче в матче против барселоны да сумасшедшие сумасшедшей форме месси находится вот у аякса как бы молодая команда которые ну всяко может быть то есть понятно что они большие фавориты тут я не спорю вот там астоловист пишут а я без вариантов пройдет как бы если такие мысли будут не только у астоловиста но и у футболистов аякса то это только на руку вот поэтому что там у туттенхэма некому забивать это футбол это такая игра где играют один человек вон там у хадерсфилда в матче с манчестер и на этот вратарь голевую передачу отдал поэтому тут изобил какой там бенза или пенза там я не знаю вот кто его знает как бы поэтому сейчас выйдет это там условный там фойт какой-нибудь которого половина здесь даже не знает кто это такой и как бы с углового вольнет случайный гол и вы здрасте здрасте вот поэтому я не говорю что туттенхэм там фаворит я говорю про то что у болельщиков вот на чем держится собственные фэнтези футбол и бейтинговые то что у болельщиков есть вот чувствует переоценки ситуации то есть они вот эмоционально очень сильно переживают за ягс поэтому они например готовы грузить квартиры на я но математически это не совсем так и там даже если например покеристом это легко понимать что если даже у туттенхэма есть 33 процента на победу то теперь понимает блин это один раз из трех но на окей два раза не пройдет на на третий раз это нормально и когда он когда он пройдет все будут говорить блин вот они отскочили им повезло на самом деле вероятность была не такая маленькая это не один процентный два процента три года сорта сам поэтому я буду верить тоттенхэм мы если аякс пройдет но буду финале за них болеть но мне нравится команда вот естественно поддерживать в матче против аякса в среду будут ну я посмотрел коэффициент и получается 348 вот на победу тоттенхэма то есть в принципе это как раз таки ну 30 процентов вот и есть может быть чуть 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 меньше да то есть 30 процентов это достаточно большая большая вероятность ну да поэтому это не это не пять процентов там удалка сейчас на ливерпуль на пароход ливерпуль я думаю там гораздо ну когда чай и гораздо печально учитывая что там же фермина нет возможно аллахами до салах тоже возможно он си 30 отристинишь него поэтому непонятно действительно вести то непонятно может быть может быть и пройдут а якс тем более не бы не барселона конце концов хотя барселона в последнем матче вообще выставила второй состав по моему свой там не мэйси никого не было просто дает отдохнуть наш зо логично окей так давай еще какие ним какой-нибудь вопросик сейчас посмотрим интересный так я вконтакте читал мне там понравились да давай давай какой сейчас я прочитаю вот мне подпишись какой не в пыкерных кругах подошел бы кевину 3 петли но здесь наверное имелось ввиду что у него смешная фамилия да что у него кликуха там трипак и тогда а вот но он конечно последний просто месяц очень сильно сдал поэтому в покерных кругах ему вы присвоили гордое звание рыбы что он фишара проклятый подводит да тоже вот интересно от одного от алексея боброва тот вопрос я вот ну ему бы точно дал потому что много интересных вопросов вот если бы ты ну давай не ты помог смотреть лишь на игру двух футбольных команд из любой страны эпохи то какие бы ты выбрал я бы если вы мне сказали только на двух я просто не смотрел потому что мне футбол нравится за разнообразие как бы я там не болел ну то есть за тоттенхэм и так далее мне не охота было до смотрит только за двумя команд получается получается ведь как ведь мне придется смотреть только матче судя из вопроса между этими двумя командами то есть я не смогу смотреть там матч только тоттенхэма против всех остальных как я делаю это сейчас потому что тогда мне придется смотреть за другими командами, правильно? А это уже противоречит вопросу. Поэтому в такой постановке вопроса я бы не смотрел вообще футбол, а смотрел бы хоккей. Или бейсбол. Или биатлон. Нет, биатлон нет. Пока губернию жив, извините. Отлично. Я, кстати, с губернием комментировал покер. А, серьезно? Ну, он там его, как ты спрашивал про привлечение. Как раз, когда покер в Россию вернулся, его активно пиарили и губернию приглашали комментировать покер, а я как бы там помогал комментировать покер. В итоге, ну, конечно, губерния ничего не понимал, поэтому он рассказывал стихи какие-то непонятные абсолютно. Все сказали, уберите его от микрофона, но его ввели в какой-то кабак. Понятно. Да, круто, круто. Но там же Илья Гордецкий, да, по-моему, или... Да, ну, Илья Гордецкий, это все-таки покер-рекомендатор, а губерния это как раз ценой. Ну, да, да, да. Биатлонный. Общероссийский комментатор. Он, да. Да, отлично. Короче, Боброву, Алексею Боброву поэксникам клюшка даем, да, один билет уже, как бы вот... Да, 100%. Потому что, ну, вопрос... Ну, я не все зачитываю, я думал, что ты какие-то еще задашь. Ну, мне, знаешь, какой вопрос понравился? Сейчас вот тут и... Вопрос, считаешь ли ты стадион Тоттенхэма, новый стадион Тоттенхэма красивым? Я там не был. Вот у меня есть мечта туда попасть, взять жену, дочку и сходить на футбол в Англию. Вот у меня есть мечта. Тут, кстати, какой-то вот был вопрос даже где-то тоже там про мечту кто-то задавал. Он, собственно, пересекается с вопросом про стадион. Вот так вот сходить на матч с семьей, потому что у меня Таня, она сейчас даже рядом сидит, слушает стримы, и она смотрит со мной матч от Тоттенхэма. Она всех игроков знает, у нее сон Хёнмин, любимый игрок. Круто, круто. То есть ты подсадил свою жену на боление от Тоттенхэма? Так нет, это же она первая начала болеть. А, серьезно? Да ладно, шучусь. Я думаю, мало ли. Нет, ну, женщина сплияет на мужчину, правильно? Поэтому я не думал, что даже в таких аспектах. Ну, почему бы нет? Нет, ну мы с ее подачи полицейского с рублевки посмотрели. Мне понравилось. Ага, круто. Советуешь посмотреть? Да, да, вот, кстати, ну из русских сериалов, последний русский сериал по ТНТ, которые они вполне годны. Полицейский с рублевкой вообще топ. Там, конечно, Сергей Барунов тащит. Отлично, отлично. Окей. Так, скажи, а вот вопрос от Юрия Николаевича. Играешь ли ты сезонник на АПЛ? Не, не играю. Я поздно. Ну, в этом сезоне как бы вот как раз Фантим со мной там обсуждали мы стримы, да, для Фантима. И они связались уже, когда началось все, уже там шел там десятый тур или какой-то, поэтому я старт сезона пропустил и, естественно, никаких не участвовал. Но хочу ли я поучаствовать? Вот тоже спорный вопрос все-таки. Он слишком привязывает к аналитике и так далее. Я просто иногда, ну, бывает пропускают туры АПЛ полностью. И я понимаю, что в сезонном фэнтези это будет автоматом, значит, выбывание из борьбы. Поэтому я, может, даже и не ввязывался. Понятно. Ну, то есть сезонка для тебя, она пока что, ну... Сложно. То есть я все-таки пока как любитель, как любитель, я все-таки за Daily Fantasy, да, когда и за... Ну, Лейтсвап еще куда ни шло, но... То есть хочется вот собрать команду и потом, например, последний матч и поболеть. Ага. Любимый команда. А, кстати, как ты вообще относишься к Лейтсвап, Лейтсвап? Я до сих пор так и не понял, как правильно вообще произносить это. Ну, Лейтсвап, наверное. Я не знаю, мне... Ну, опять же, я такой готов привыкать ко всему, будет... Ладно, не так, окей. Сформулирую свою мысль так. Если вот Лига чемпионов идеальны для Лейтсвапа турнир, когда ты не знаешь, кто выйдет в составе, ты не можешь это прогнозировать, объявили составы, ты поменял. Второй день, ты поменял, ты два вечера, как бы вот ты сыграл турнир. Я играл Лейтсвап, собрал по пять команд в Италию, в Испанию. И туры были просто там в пятницу вечером, в субботу в 12 дня, в 2 дня, в 4 дня, в 6 дня, в 8 дня, в 10 дня, в 0-0 часов, в воскресенье, то же самое, в понедельник последний матч. Ну, я честно скажу, я просто уже, ну, задолбался. А если бы это было вот в рамках какого-то одного тайм-блока, да, ну, то есть, например, в 6 матча, в 8 матча, и, например, на следующий день в 6-8, окей, я бы тогда за Лейтсвап. А если вот так вот, типа, разное время начала матча, то точно против, потому что, ну, просто это убивает слишком много времени, и всякое желание, ну, следить и менять игроков. Окей, понял. Хотя, с другой стороны, Лейтсвап, ну, добавляет стратегий каких-то, но опять это уже... Ну, то есть, именно за счет того, что это трудозатратно, да, просто время, время, ну, да, время, то есть, поменять-то несложно, а вот, как бы, не забыть, быть онлайн, это тяжело. Особенно на выходных, когда ты хочешь, там, ну, провести время, например, там, с друзьями, или, то есть, я не про себя беру, покеристы по выходным работают, да, а вот, например, обычные люди, ну, многие, например, просто не играли эти туры, потому что, ну, они на выходных на природе, они бы так собрали с вечера команду, перед туром один раз зашли, чекнули составы, как бы, и дальше. Уже отдыхают и ждут результат. Отлично. Вопрос от, вот, Вантмор 1, он настаивает, чтобы я задал этот вопрос. Про оверлей. Вот у него брат, один из топов фэнтези, считает, что не будет оверлея в следующем году. Ты что думаешь по этому поводу? Будут оверлей, оверлей, или они, в принципе, уже все подходят к концу, они уже не нужны? Это, ну, тяжело спрогнозировать, если ты не являешься совладельцем сайта и не знаешь, что будет в индустрии. То есть, в целом, индустрия, она, как бы, обычно идет, как горка, любая индустрия. То есть, она идет вверх, вверх-вверх, потом достигается пика и идет вниз. То есть, когда горка идет вверх, площадка, ну, и, ну, в целом, индустрия, как бы, в нее вливаются деньги. Как только, пока деньги вливаются, там и хорошие промо-акции, и оверлеи, и так далее. Как только, как бы, достигнута критическая масса, индустрия идет на убыль, и там уже все это начинает, скажем так, падать. Пока, пока, мне кажется, что еще вот этого пика фэнтези не достигло. То есть, пока еще инвесторы не разочаровались в индустрии, пока, там, боты не поработили, пока, там, то и все. Так что, я думаю, что, как бы, возможно, оверлеев уже не будет, но, как бы, хорошие промо-акции, там, хорошие, то есть, вот, на фантиме вот эти один плюс один, это, конечно, ну, мало кто это понимает, но это, на самом деле, очень выгодная акция, потому что вы, по факту, получаете половину баина бесплатно. То есть, по факту, вы уже играете с 50% роем. То есть, роет ожидание ваше от, то есть, даже если вы играете плохо и, например, возможно, играете около нуля, за счет этой акции вы играете в плюс и, как бы, можете заработать денег. Поэтому, я надеюсь, что промо-акции, там, и вливание в индустрию на следующий год останутся и все будет хорошо. Поэтому у меня, у меня ожидания пока что позитивные. Как будет, на самом деле, опять же, только время, можно сказать. То есть, раньше следующего сезона мы, в принципе, не узнаем. Да, ну, 100%. Я думаю, что, опять же, во-первых, у крупных компаний, у них обычно годовые какие-то отчеты. То есть, они, например, стартовали, вот, ну, к примеру, с начала этого сезона. Сейчас сезон пройдет. Они проанализируют отчеты. У них будет, там, рост депозитов, там, рост числа участников, там, количество оверлейов. То есть, сокращалось ли оно, например, к концу года. Если сокращалось, значит, как бы, они все делают правильно. Значит, ну, нужно продолжать. Если, например, оверлеи росли, ну, то есть, игроков становилось все меньше и меньше, гарантии не набирались, значит, как бы, они что-то делают неправильно. То есть, раз ты сам говоришь, что, ну, вот, вон там, Мо говорит, что оверлей падают, соответственно, получается, что число участников растет, соответственно, площадка развивается, значит, площадке нет смысла сейчас, как бы, рубить сук, который они только-только-только отрастили, поэтому, скорее всего, они продолжат вливать деньги, и, ну, хотелось бы в это верить даже, и индустрия будет дальше развиваться, потому что очевидно, что пока что индустрия как бы не достигла пика, и она тут ничего не перегрета, как, знаете, бывает там, ну, как тот же биткоин, да, злополучный, то есть, когда создался какой-то информационный просто бум, и он просто перегрелся и лопнул, то есть, в фэнтези пока что такого, естественно, нет, поэтому идет планомерное развитие, и я надеюсь, что оно продолжится и в следующем году. Но бум, наверное, тоже все-таки хотелось бы, чтобы наступил. Ну, бум, вот в покере вот бум легко организовать, то есть, когда какой-то вот история, когда неизвестный человек, то есть, как вообще, например, в Америке бум произошел покерный, был чемпионат мира, то есть, достаточно крупный, но про него особо, ну, никто не признал, и приехал такой, там, Крис Манимейкер, он там, ну, я всю историю точно не помню, может, где-то совру, но смысл в том, что он отобрался с какого-то сателлита, там, ну, там, 30 долларов или с 50 долларов на турнир, вот, главное событие по 10 тысяч долларов, и занял там первое место, получил 10 миллионов, то есть, какой-то простой работяга, и все, в Америке, а у них же как, у них там лотерею выиграл кто-то, сразу об этом трезвонит. Так и здесь, человек выиграл, и все думают, о, нифига, мы же на кухне по пятницам тоже в пойкер играем, и давай, как бы, ну, играть все в пойкер, то есть, был бум. У нас в России Иван Демидов, на мейн-авенте он там занял какой-то, третье или какое-то место, забыл я уже. То же самое, вот, российскому игроку покорился Лас-Вегас, он там заработал много миллионов долларов, и, как бы, давайте тоже, как бы, все играть в покер. На этом информационном шуме начались вот эти шоу, там, на РЕН-ТВ и так далее, и так далее. В фэнтези, ну, по факту, например, в России, если бы там кто-то, вот, в Америке есть турниры, там, например, с Баином один доллар, а там за первое место имели, там, миллион всего гарантий, я не помню, где там, вот в этих драфт, драфт этих сайтах. Это фэнтези-руми ты имеешь в виду, да? Да, 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 да. То есть, если бы, например, была какая-то такая история, что вот человек, там, пять баксов внес и выиграл, там, миллион, да, и жизнь его изменилась, то, естественно, все бы эти папаны из букмекерских контор побежали бы в фэнтези регаться. То есть, тут, скорее, нужна какая-то такая история, которая прогремит на всю страну, когда, там, ну, какие-то баснословные деньги, но пока что, ну, нету фэнтези таких денег, поэтому нужно каким-то другим путем. То есть, не хватит, да, билетов на финал Лиги Чемпионов, на твой взгляд? Ну, нет, понимаешь, это тут же должно прогреметь на страну, то есть, это должны показать в новостях, там, по первому каналу, что вот, там, Александр, херетик, там, зарегистрировался в турнир по английской Премьер-лиге за, там, 11 евро и выиграл 2,5 миллиона долларов. Простой, там, работяга, откуда, с какого-то там города. Я с Ростова. С Ростова, с Ростова. Да. Отлично. Продавал семечки на базаре, а теперь он долларовый миллионер, и вот он, как бы, играйте в фэнтези, играйте в фэнтези спорт. Отлично, отлично. Теперь я знаю, какой следующий видеоролик мы будем снимать. Вот, ты полностью сценарий уже, вот, прописал. Да. Осталось только договориться с этими, с каналами, чтобы они взяли, чтобы они, вот, крутили. Окей. Ты бы, ты бы сначала договорился с бабушками, где ты собираешь семечки продавать, потому что они тебя просто там побьют, чтобы тебе хлеб отнимаешь. Да, ну ладно. Ты ролик, ты даже ролик не снимешь. В Ростове, в Ростове можно договориться со всем и обо всем. Понимаешь? Это шьюк, это шьюк. Окей. Так. Хорошо. Что-то, какой-то вопрос, блин, я хотел задать, но что-то уже мне он прям вылетел из головы вообще полностью. Ну, в общем, нужен бум, да, какой-то вот именно конкретный бум, который программит на всю страну, тогда, возможно... Да, да, ну пусть даже не на всю страну, а на какие-то, я не знаю, спортивные комьюнити, ну, то есть там тоже там какой-нибудь sports.ru там напишет какую-то большую статью там, то есть это как минимум уже даст прирост именно этот. Но опять же говорю, людей обычно завлекает возможность получить вот эти change life money, деньги, которые изменят жизнь, изменят жизнь, да. Поэтому как только появится такая возможность, это сразу привлечет халявщиков, которые как бы хотят вот одним кликом по факту изменить свою жизнь, ничего, ну, то есть у нас же все хотят ничего не делать, нажать на кнопку получить миллион, правильно? Да. И готовы за это платить. На этом у нас, собственно, многомиллиардные компании выстраивают свой бизнес. Ну, грубо говоря, на жадности. Не на жадности, а на лени, как бы нежелании планомерного роста, а желании единовременного обогащения. Да, курс, вот я отвечаю от вечного вопроса. Отличный вопрос. Нет, он правильно как бы пишет, что в связи с тем, что у нас государство вставляет препоны во все эти банковские переводы и так далее, тут мне кажется, должна как раз работа аффилейтов происходить, то есть они должны помогать как раз вот по панам вот этим, делать депозиты, то есть находить какие-то варианты, то есть где-то может быть, ну, помогать, где-то даже в ущерб себе, там, где-то какие-то комиссии на себя брать, чтобы люди могли, как бы, закинуть деньги в индустрию, как бы они, например, ну, были случаи, когда человек говорит, я хочу играть, но я, блин, я не могу, у меня вот есть карточка вот этого банка, у меня есть вот эта платежная система, эта платежная система, например, либо там огромная комиссия, либо вообще недоступна, карточку блокирует банк, я не, я хочу поиграть в фэнтези, что мне делать, я не могу, то есть, там, вот такие вопросы должны решать, ну, и площадка, как-то идти, ну, какие-то находить пути и плюс аффилейты как раз должны работать, то есть человек под них подписался, они должны, как-бы, ему рассказывать все возможные пути, как-бы пополнить деньги и возможность поиграть, иначе, как-бы, ну, это все будет упираться в невозможность, невозможность за депозит, да, ну, да, действительно, есть проблемы вот с российскими игроками в последнее время именно по депозитам, скажи, а вот в покере есть такие проблемы сейчас? Ну, в покере, скажем так, большая часть покеристов, она пользуется электронными платежными системами, соответственно, как бы, ну, и там, опять же, многое, большое разнообразие и просто покерные игроки, они привыкшие, то есть, они знают, что, ну, за 10 лет там препонов было, ну, постоянно какие-то возникают, поэтому покерный игрок, ну, у меня знакомые, например, могут мне написать, говорит, кинь мне там на счет, а я тебе там наличка, например, да, вот самый простой, как, в фэнтези тоже, ну, так, по идее я и говорю, аффилейт, то есть, ну, должен вот такие проблемы решать, то есть, где-то на свой риск, там, и так далее, где-то это, но, потому что пока что у нас государство работает по принципу «я не знаю по этому никак», вот, они, я не знаю, я попробую в этом разобраться, скопировать модель там развитых государств, вот. Но пока что нету, да, то есть, вот, какой-то платежной системы, которая прям вот и в порту… Ну, скрилл, скрилл самое, не Тейлер, скрилл – это самые такие распространенные системы, которые, в принципе, не подвластны, не подвластны пока что к государственным каким-то санкциям, и они, как бы, со всеми гемблингами площадками работают. Ну, смотри, там же, я так понимаю, что скрилл, если делать депозит с карточки российской на скрилл, то они будут помечаться, как не игровые деньги. Ну, я вот с деталями не подскажу, как бы, тут уже это, опять же, думаю, к стриму не совсем нет, я не знаю даже, я бы, может, и хотел бы подсказать, но… Понятно, просто я думаю, может, у тебя есть инсайдерс, какая-то информация интересная, которая поможет всем людям делать депозиты в фэнтези и в фэнтези спорт. Окей, нету, да, такой информации, к сожалению, пока что? Ну, нет. Окей. Какие покерные навыки помогают тебе осваивать фэнтези? Ну, поэтому, в принципе, уже подсказываю. Поговорили. Кто… Аналитический склад ума, в первую очередь. А кто умрет первым, покер или фэнтези? Будем надеяться, что Джон Сноу. А, понятно. Не, ну, я шучу, конечно, не хочу, чтобы Джон Сноу умер. Ага. Кто не смотрел четвертую серию «Игры престолов», прошу прощения. Вот… Не хочу, чтобы никто умирал, поэтому я за мир во всем мире. Пусть лучше боты умрут, и как бы… И все будет… Все будет хорошо, да. Окей. И счастливый конец. Отлично. Хорошо. Давай знаешь, что я предлагаю? Давай, наверное, уже отбирать победителей наших. Те, кто лучшие вопросы задал. По вопросам? Макс Колос очень сильно хотел. У него, в принципе… Ну, вообще, тут были люди, которые прям очень много вопросов задавали, поэтому, ну, как говорится, по теории вероятности там проскакивали и хорошие, были и плохие, были и хорошие. То есть, вот, Макс Колос еще… Я читал только ВКонтакте. Вот. Ага. Ну, ВКонтакте, да. Ну, вот, двух… Двух из них. Вот. Я могу ответить, что я не в FIFA играл, я в Football Manager играл. Вот. И там у меня, если с Англии, то у меня самые яркие успехи были в Портсмуте, в Улверхэмптоне. Вот. Из тех… Ну, они тогда были в низших лигах. Ага. Ну, пожалуй, вот все. Это вот… Он спросил из низших лиг, кого я там поднимал. Ага. Как раз… Это просто, чтобы… Пока я тут смотрю. Ну, вот из ВКонтакте, в принципе, все. Угу. Там, не могу я выделить вот вопросы, чем… Чем-то там диспаффен. Это взять покер, отличается ли, какие покерные навыки. Ага. То есть, я не могу сказать, что это… Ты мне, собственно, их сам задал, поэтому… Это они на поверхности были. То есть, не могу сказать, что они хорошие сами по себе, но не интересные. Где еще надо посмотреть? Еще мы можем… Твиттер. Да. Твиттер можем посмотреть. Можем посмотреть какие-то вопросы с чата. Может быть, тебе понравились. Может быть, про ботов. Я не знаю, что они такое. Ой, боты, конечно. Так, а что-то я не могу тут посмотреть, как мне… Как мне посмотреть в Твиттере? Твиттере. Нажми… Нажми на сам… На сам пост. На сам пост ты нажмешь, и там внизу будут комментарии. Ага. Ну, вот Славик Лавриненко про Тоттенхэм и мою личную победу. Окей. Записываю, правильно я его? Да, записываю. Славик Лавриненко, отлично. В принципе, у него там и остальные вопросы. Вот у меня такой вот, если вы могли… Хорошо, что я его не зачитал, а то бы я углубился сейчас. Если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, чтобы вы изменили. Окей. Первое, что бы я сделал, я бы вот людям, которые бычки из машин выкидывают, я бы их обратно закидывал. Лично бы ходил, закидывал им обратно в салон машины. А поскольку я был самым влиятельным человеком в мире, они не могли бы мне дать люлей. Потому что пока меня только это останавливает. А ты не куришь, да? Ты сам не куришь? Нет, это не из-за курения, это просто люди мусорят, и меня это бесит. То есть, когда люди говорят на каждом углу, что вот мы живем в помойке, что как много мусора, а потом идут и выкидывают бумажки, бутылки, бычки, неважно. Просто на газон или там мимо урны. И поэтому, если бы я сам самым влиятельным человеком в мире, то как минимум, друзья, мы бы жили в мире, который был бы чище, чем сейчас. Угу. Угу. Отлично. Ну ты бы, наверное, как в Сингапуре, знаешь, то есть там очень большие тюремные сроки за именно то, что ты бросаешь на улице какой-то мусор. Ну я, не знаю, я где-то в глубине души, вот честно, представлялся там президентом или каким-то влиятельным человеком. И вот поскольку у меня жизненная кредо такое, что я стараюсь не делать плохих вещей и стараюсь, ну, по мере возможности делать хорошие дела, да, то, наверное, наверное, мне бы хотелось так думать, что я бы не поддался на вот эти все соблазны там и так далее и навел бы порядок. Навел бы порядок не только там на улицах города, но и там в кабинетах и в какой-то, может быть, даже в стране. Угу. Ну видишь, у Зеленского получилось, может у тебя получится когда-нибудь. Нет, подожди, Зеленский пока у него получился только стать президентом, а что он там сделает, это уже другой вопрос. Опять же, можно отдельный стрим по внешней и внутренней политике государства Украины, про влияние там днепропетровских бизнесменов на избирательную компанию Зеленского там и так далее. Ну, я, пожалуй, из другой стороны. Да, да, да. Окей, в Твиттере я чекнул. Где еще? Там какая-то группа. Фэнтези Премьер Лига. Группа. Это ВКонтакте, да? Да, такая зелененький знак. Но там тоже получается Макс Колос и сам админ этой группы, по-моему, задал. То есть всего два человека. Что-то я не вижу, я вижу только Фэнтези Премьер Лига и там Лев, Лев нарисован. Да, вот это оно и есть, это вот Лев, да, ты нажимаешь и там сверху пост прикрепленный с нами, с нашими лицами. Красиво. Не вижу. Это какая-то я какую-то старую группу. Зеленый, зеленый Лев. Может, на английском Фэнтези. А, вот. А, нет, нет. Вижу. Агил Шин Премьер Легасы. Это не так? Нет, нет. Давай я тебе сейчас скажу. Наверное, Сан Хермина группа отдельная. Да. Тут, кстати, вопрос был, ну, пока ты ищешь. Я тебе ссылку, кстати, скинул. Ювентус задает по поводу того, если вот Сон забьет Барселоне и победный гол, ты готов съесть? Собаку, вот, ради этого. Как корейцы, знаешь, любят? Нет, не готов собаку. Какого-нибудь жука, может быть, но... Может, там Эриксон забьет и, как бы, я что-нибудь датское там заточу. Ну, датское, я думаю, датчам поприличнее. Или англичанин, там, Дели Али, я фишн чипс там съем. Ну, да. И пивом все это запьешь, запьешь. Ну, пивом это если какой-нибудь немец, а немец у нас вроде нет. Считаю, что ты, Эриксон, топ-5 атакующих полузащитников на данный момент. Ну, на какой-то... То есть, атакующий полузащитник – это понятие растяжимое. Все-таки, как я уже говорил, я тренером хочу стать. Поэтому здесь нужно разделять, там, инсайды, там... Или, там, центральные полузащитники, там, диспетчеры. То есть, если мы говорим про каких-то диспетчеров, то, да, я думаю, что он в топ-5. Там, с какими-то, там, условно, там, Дебрюйна и так далее входит. Угу. То есть, я его рейчу выше, чем того же Погба. Хотя они, ну, примерно на схожей позиции. Угу. Ну, Эриксон скоро же, я так понимаю, в Реал собирается переходить. Не могу утверждать на этот факт. Вдруг мы пройдем Аякс, случайный гол в финале Лиги Чемпионов от Сона. Мы с вами едим собаку. Ага. Эриксон говорит, ну, как я могу уходить из команды победителя Лиги Чемпионов? И, соответственно, остается в Тоттенхэме, поэтому... Угу. Ну, возможно, возможно. Вот, от Сергея, вот Сергея Григорьева можешь вот записать. Вот 28. Какой-то вот хороший вопрос. Какой? У меня любимый игрок фэнтези-сезон, это Боли из Волверхэмптона, который на 94-й минуте матча с Ньюкаслом забил такой нужный гол. Я смотрел посреди ночи, все уже спали. И просто он забивает гол тут на 94-й минуте, и я там с 18-го места прыгаю на 3-й, на 3-е место в мейн-ивенте. Это мой лучший пока что результат. Он там еще поднимает мои вторые команды куда-то повыше. Угу. Так что для меня он, именно в фэнтези, он мой любимый. Угу. 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 Давай я продиктую всех, кто победил. Итак, у нас Алексей Бобров, у нас Макс Колос, Славик Лавриненко, Сергей Григорьев и Вантмо1. Сергей Григорьев и Вантмо1, пожалуйста, ответьте мистеру Гаррикейну, какие у вас ники на фантиме, чтобы вам дали билеты. А Алексей Бобров, Макс Колос и Сергей Лавриненко, пожалуйста, напишите мне в личку в контакт и тоже скиньте свои ники, чтобы мы начислили вам билетики. Окей, давай, а слушай, знаешь вопрос какой, вот я весь день хочу задать, но что-то как-то вот у меня не удавалось. Что у тебя там сзади за эти, за кубки какие-то, что это такое? Такой ты хитрый, я тебе перед началом сказал, что это за кубки, а ты сейчас делаешь вид, что, зачем зрители вот так вот. Водишь заблуждение. У меня короткая память просто, понимаешь, я уже забыл. Ты что, Рыбка Дори что ли, Рыбка Дори? Я забыл, я забыл. Я-то знаешь, я в прошлом видео, в прошлом видео про Грея вот снимал, и я такой, смотрю твой стрим, ты такой, что-то Грей, там Грей, ну Грей, наверное, не выйдет, Дини же, Дини же, все, дисквалификацию отбыл. Я такой думаю, вот это я дурак, как я не обратил на это внимание. Ну логично, что Грея быть не должно было в прошлом, в прошлом туре. Так что... А он вышел, кстати? Грей, ну точно со старта обалдини, по-моему он не вышел. Ну зачем он нужен? Я понял, ну сзади у меня кубки за любительский футбол. Ага. Я там тащил, тащил не только в покере, но и вот на футбольном поле. Отлично. Правда уже, уже вот старые они, 2017-е, что ли последние. Поэтому надо, надо снова это... Сейчас вот у меня идет челлендж по похуданию, вот и я думаю, что на летний сезон я буду прям заряженный. Так что облегченная версия Леброньки будет снова отбивать все, что летит в створ ворот. Вот. Это что за челлендж? Ты какая-то диету нашел интересную? Ну не диета, просто я со зрителями на своем покерном стриме поспорил, что за два месяца я похудею на 12 килограмм. Ага. За каждый не скинутый килограмм 100 долларов и соответственно будет, ну если я не выполню челлендж, то будет фриролл, ну то есть покерный, где призовой фонд будет вот сколько килограмм я не скину. Отлично. Поэтому я замотивирован, первую неделю отлично прошла, вот вторая сейчас закончилась, результаты похуже, это конечно немножко демотивирует, особенно с учетом, что так много вкусностей разных доступно. Ага. И пока что в планах, конечно, все-таки выполнить челлендж, но боюсь, что чем ближе будет, тем сложнее. Окей. Ну ты не... А, то есть неделя, да, всего прошла? Ну две, две. А, две. Мистер Харрикейн спрашивает, может быть фэнтези фриролл тоже организуешь? Ну, следующее давайте, когда я буду набирать килограммы обратно. А, массу, да, мясо, когда будешь будешь набирать? Ну, как мясо? Мясо я буду есть. Ага. А, набирать я буду жир с котелом. Окей. Хорошо, хорошо, я понял. Ну, удачи тебе в этом нелегком деле. Надеюсь, что когда-нибудь и у меня будет достаточно мотивации, чтобы вот тоже заняться этим вопросом. Окей. Давай, наверное, Блиц. Давай, Блиц. Давай, Блиц. Итак, первый вопрос. Десятки Гофмана или Короли Дукалеса? Короли Дукалеса. Очень бы хотел, чтобы они выиграли. Ага. Хорошо. Кто выше в таблице английской премьер-лиги? Вестхэм или Бормут? Ну, вроде Вестхэм. Вроде Вестхэм, да? Окей. Назови три последних видео из истории Ютуба, которые ты посмотрел. Последние три видео это клип Литл Бига Биг Дик. Он же старый, он же старый, нет? Клип Литл Бига Скиби Ди. Ага. И какая-то китайская или корейская Бэби Шарк. Ну, просто у меня дочка сидела на руках недавно перед сном. Поэтому у нее любимая песня Скиби Ди. А потом я решил послушать еще другой клип какой-нибудь Литл Бига. Понятно. Прикольно, прикольно. Выиграть две с половиной тысячи, ну, долларов в Биге, да? Ну, турнир на Пакетстарс или в Мэйне АПЛ на Фантим? АПЛ, АПЛ. АПЛ, да. Это все-таки романтика, все-таки победы. А не просто катка, да, какая-то? Да. Ага. Джипси красавчик? Ну, как человек он неплох. Внешне, конечно, стоило бы тоже похудеть, как и мне. Ну, так, конечно, с представительным мужчиной. Ага. Отлично, отлично. Тут, наверное, надо дать комментарий. Был бы девушка, что дал бы, не дал, или что? В каком смысле красавчик? А, просто вот такой вот. Ну, а хорошо. Был бы девушка, дал бы. Ага. Я боюсь, его жена не поймет. Давай следующий вопрос. Окей. И моя тоже не поймет, которая рядом сидит. Понятно. Ну, и последний вопрос. Назови трех человек, которого ты хотел бы видеть на следующих шоу, на следующих наших шоу. На следующих, ну, мистера Харри Кейна. Ага, Харри Кейн. Как представителя площадки Фантим. Настоящего Харри Кейна. А, вот отлично, неплохо. Просто спросить, как они там в Англии относятся к Фантиму. Ахахаха. Знают ли они, что это такое? Да. Окей. Ну, кого еще? Ну, я вот честно, я не слежу. Можно, ну, можно было бы даже того же Джипси, который красавчик, безусловно. Вот. Если получится, то почему нет? Именно это был бы взгляд любителя. Ага. Взгляд любителя на, как бы, фэнтези, который только-только пришел, который только-только осваивается, который, ну, является достаточно, так, известным, да, человеком все-таки. Ну, в покерном комьюнити точно. В мировом, наверное, менее известном. Но, скажем так, Сергей настолько харизматичный человек, что я даже думаю, кто его не знает, они его словам будут доверять и будут прислушиваться к его мнению по тому или иному вопросу. Ага. Ну, а как ты думаешь, вот если его позвать, он придет? Ну, я не знаю, как вы его замотивируете. Ага. То есть, так, в целом, Сергей, ну, достаточно отзывчивый человек. То есть, я не могу сказать, что вот к нему на хромой казе не подъедешь. Ага. Вот мистер Харрикейн просит Тайнера позвать, он может Тайнера попросить с Джипси поговорить. Ага. Я не знаю, просто Тим может сам не захочет. Публичность. Да, Тайнера может тоже попробовать позвать. Но, опять же, с точки зрения зрителей, я думаю, что вот со стороны Фантима, то есть, как раз вот можно будет задать вопрос, какие там перспективы, какие там как там, что со стороны площадки, взгляд со стороны. Вот. Опять же, ну, любитель. Можно, можно попробовать, кстати, вот с точки зрения, с точки зрения позвать, например, какого-нибудь стримера по Фифе известного. То есть, того же там, ну, я не знаю, я по Фифе там только кефира смотрю. Ага. Попросить его там, ну, например, провести стрим, там, чтобы он познакомился с площадкой и потом, ну, спросить у него, какие мнения у него по этому. Что-то типа того, может быть. Угу. 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 Отлично, да. Крутая, кстати, тема. Я думаю, нам с мистером Гаррикейном надо запомнить эту фишечку. Это был инсайт и полезный совет от Леброньки. Окей. Так. Знаешь что? Давай, наверное, сейчас анонсировать наш фрирольчик. Супер-супер фрирольчик. И как раз сейчас скинем ссылку, чтобы и ты поучаствовал, и чтобы все вокруг поучаствовали. Ребята, у нас сегодня супер-стрим. Супер-бомба. Ой, стрим вообще бомба, это понятно. У нас супер-фрирол сегодня. Так как у нас Лебронька с покерной тусовки, то у нас и фрирол сегодня реально нестандартный. У нас в нем четыре матча, ребята. Четыре, не два, а четыре матча. Потому что у нас там матчи Лиги Чемпионов, раз. И у нас матчи Лиги Европы, два. То есть вам необходимо... Вы можете, точнее, собирать игроков из всех четырех матчах наших супер-еврокубков. Сейчас... А Лейтсвоп есть? Без Лейтсвопа, нет. Все в классическом варианте, но зато, но зато по четыре игрока с одной команды, ребята. Это достаточно много. Вот Виталик скидывает, скидывает вам ссылку. Те из вас, кто смотрит на Ютьюбе, вдруг, да, такие бывают. У нас, ну, Ютьюб обычно ссылки банит, поэтому, пожалуйста, переходите на Твич и смотрите именно... Берите ссылку оттуда. Ссылка вот здесь вот. Сейчас Виталик, Виталь еще пару раз как бы скинет. Поэтому переходите, регистрируйтесь. И, как обычно, мы просим ни с кем не делиться, потому что это только для зрителей стрима, для тех, кто смотрели на нас с Лебронькой, задавали нам интересные вопросы и помогали нам участвовать в этом стриме. Ты уже собираешься став, да? Да, я уже тыкаю. Вот Лука Йорвич, пошел Сон Хён Мин, Эриксон. Отлично, отлично. Ну, супер, супер. Круто. Окей. Давайте, ребята, тогда постепенно прощаться. У вас есть две минуты, чтобы задать последние вопросы Леониду, и мы будем заканчивать. Так, тут пишут, что не пускает в турнир. Ага, окей. Так, а вот мистер Гарри Кейн скинул ссылку. Переходите по ссылке мистера Гарри Кейна, непонятно, почему та ссылка не работает, может быть, что какие-то там проблемы, какие-то нюансы. Переходите по ссылке мистера Гарри Кейна тогда. Вот. Там работа. Да, все, отлично, отлично. Окей. Давай последние наставления какие-нибудь игрокам. Фэнтези. Ну, что там, блиц-вопросов от зрителей не будешь, что ли? Я готов на... Блиц-вопрос. Ну, вот как-то зрители пока сейчас не готовы вопросики больше задавать. Ну, я могу вот ВКонтакте все читать. Давай, окей. И быстро на них ответить. Давай, давай. Договорились. Так, ты... Добрый вечер. За покерным столом сидят Али, Кейн, Льюрис, Сон, Ваньяма и Эриксон. Играют кэш. Кто уйдет из-за стола победителем? Я думаю, что уйдет из-за стола победителем Харри Кейн, он просто перепишет все выигрыши на свой счет. Кто из игроков Тоттенхэма будет тузом, кто королем, кто дамой, кто валетом, ну и двойкой, естественно. Кого-то тоже нужно назвать. Но я думаю, здесь можно просто по номиналу стартовых номеров на футболках. Туз – это единица, это Льюрис. Соответственно, король – это одиннадцатый номер. Получается... Подожди, тринадцать же там. Тринадцатый номер. Получается двенадцатый номер. Кто там? Ваньяма. Ну и соответственно там и так далее, и так далее, и так далее. То есть четверка там Альдер Вирел. Пятерка Вертонген и так далее. Если в фэнтези футболе место нейронным сетям и компьютерным алгоритмом или роботом фэнтези футбол не побить. Ну это вопрос про боты. В принципе, как раз если будут боты на нейронных сетях, то тогда совсем все плохо, потому что у меня даже был диплом на работу по нейронным сетям. Я представляю, как это все действует. То есть... И когда... Вот я могу такой этот инсайт сказать, что в 2009 году я заканчивал Саратовский государственный университет, физический факультет. И когда я по нейронным сетям писал диплом на работу, мне ее так кинули как кость темы и сказали, что, чувак, у этой, короче, отрасли она считалась очень перспективной. Но вот сейчас, типа, прошла какая-то крупная конференция. Вот, короче, нейронные сети – это шляпа. Так что ты вот, типа, напиши, там что-то расскажи. Но, короче, тебя даже особо никто слушать из, типа, комиссии не будет. Потому что вот только что все приехали с конференции, где, короче, сказали, что нейронные сети – это шляпа. Но вот прошло 10 лет, и мы понимаем, что нейронные сети оказались не шляпой. И то, что синоптивные все вот эти связи, и что компьютер там тоже может учиться. Поэтому… Обалдеть. Да. Ты опасный человек. Мне кажется, что есть тема, которую надо было вот побольше затронуть. Если до конца жизни это я отвечал, что нужно сделать в индустрии, чтобы привлечь это – отвечал. Ну, тут скинули пингвинят из киндер-сюрприза, сказали, на кого бы я был бы похож. Там выше перемотаешь, чтобы люди видели картинку. Да. У тебя как раз вам открыт этот контакт. Ну, сейчас я… Я бы, наверное, вот романтик с цветами и подарочком. Третий, да? Жене своей любимой несу. Ага. Подарочек. Блин, случайно. После победы Тоттенха. После победы Тоттенха. Мы обязательно, конечно. Войди-то открыл. Сейчас, секунду. Случайно. Так, радовался, что за покер-пел. Так, Гвинчиков ответили. Если предложили 1 миллиард долларов за то, чтобы никогда не играть в покер или в фэнтези, что бы выбрали, чем легче пожертвовать? Я бы точно от покера отказался, потому что, если сейчас покер с фэнтези мне сопоставлять, то мне с точки зрения эмоций больше фэнтези приносит положительный такой импульс. Если бы к вам в руку попал лампа Алладина, но с условием исполнения только одного желания, то какой был бы ваш выбор? У меня всегда на этот вопрос один ответ. Бесконечное число желаний в дальнейшем. Это же одно желание. Последние пару лет в мире киберспорт популярная практика нахождения новых талантов через открытые конкурсные стримы. Не было ли мысли попробовать себя в этом направлении? Если да, то в какой дисциплине? Ну, с точки зрения стримов, себя где-то пробовать мне бы не хотелось, а вот попробовать с комментатором на каком-то канале я бы, думаю, справился. Опять же, у меня была такая, вот в университете точно мечта стать покерным, ой, не покерным, а футбольным комментатором, потому что покерным я в итоге стал. Я комментировал некоторые, некоторые серии на полноценной основе и как со-комментатор. Вот так что, вот футбольным комментатором я бы хотел, я бы хотел стать. И вот тут был вопрос, подписал бы петицию об устранении Черданцева, был бы одним из первых, кто бы ее подписал. Ненавижу этого напыщенного индюка. Надеюсь, он нас не смотрит. Если смотришь, Жора, извини, но ты такой есть. Собирали в детстве наклейки Панини. Был у меня какой-то альбом, но, честно говоря, без особого энтузиазма, потому что сразу оценил EV этого действия, что как бы редких карточек там не будет, перепродавать я их не буду, поэтому зачем тратить на это деньги, лучше куплю мороженую. Ага. Какой процент смертности детенышей жирафа при рождении от падения с высоты роста матери? Ну, здесь тоже достаточно простой ответ, 50%. Он либо умирает, либо нет, поэтому 50%. А может ли в голове человека закончится место для памяти? Если пихать через рот, то все зависит от объема рта. И, естественно, тут место ограничено. Если же мы говорим про мозг человека, а не голову человека, то возможности мозга человеческого пока что не изучено до конца. Я думаю, что как раз нейронные связи могли бы их подробное изучение, а не то чтобы забросить в 2009 году со словами «это бесперспективно». Если бы что, то сейчас бы уже человеческий мозг гораздо лучше знали. Почему голуби кивают головой? Потому что у них в ушах играет песня в фейса «Я ем твой бургер». Когда цель трансгуманистов будет достигнута и человечество обретет бессмертие? Когда? Ну, уже достигнуто, просто не все об этом знают. Тебе забыли сообщить. Мы-то уже давно живем. Какая компания является крупнейшим в мире дистрибьютором игрушек? Вот этот я сегодня вопрос прочитал. Реально я лежал, гуглил. Вот. Жену спросил. Она спросила «Лего». И оказалось действительно «Лего». Ну, судя по всему. Я другой информации не нашел. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? В последнее время день сурка. Потому что дни очень похожи друг на друга. Какой был лучший день в вашей жизни? Почему вы так считаете? Ну, я думаю, что лучшие дни жизни еще не впереди. Но на данный момент это, конечно, рождение ребенка. Ага. То есть это непередаваемые ощущения. Очень яркие. Очень яркие. И всем рекомендуешь тоже, как бы, ощутить это. Вот у Цинхэма сейчас самая крутая стадия в Европе. Ну, вот это отвечал. Что еще не было, не знаю. Сколько хедзапов понадобилось бы ником «Клюшка» или «Бронька», чтобы выяснить, кто из них замысловательно написан? Ну, я думаю, что «Клюшка» бы там в первом раунде победил. Угу. Потому что мой ник еще, ну, как-то пытаются читать. А вот его «Кложка», «Клюшка», «Кжелолололка», возможно, никто бы не смог правильно прочитать. Мне, как киберспортсмену, наверное, это проще. А вот остальным будет тяжело. Удачного стрима. Спасибо. «Лебронька» в честь маленького Джеймса. Да, у меня ник, кстати, был, я взял ник «Леброн». Еще до того, как Леброна задрафтовали в НБА. То есть, его добавили в НБА 2003 или НБА 2002, точно не помню, в формат игры один на один. И мне просто понравилось написание его имени с двумя заглавными буквами. С учетом, что меня Леня зовут, оно еще и созвучно, Ле-Ле, как бы. И меня звали Ленька Лебронька просто. Друзья. У меня был ник Леброн, а звали Ленька Лебронька. Когда Леброна встала, как собак нерезаных, то уже пришлось, как бы, менять. Окей. «Насколько сильно диспо-фэнтези отличается от покера, сколько входов нужно делать, чтобы примерно оценить свой скилл предсказания?» Ну, фэнтези – это не предсказание, фэнтези – это тонкий математический расчет и тактический расчет. Угу. Так, помнишь ли ты такую площадку «Драфтон» играл там соперник Леброн? Точно был не я, потому что я такую площадку очень смутно помню. Веришь ли ты, что появится какая-то российская площадка? Ну, тоже не могу сказать. Такой информации не обладаю. Как может появиться, так может и не появиться. Да. Спрашивают, сам еще бегаешь, вон футбол играю, да. И в воротах вратари вот обижаются. Я не обижаюсь, но вратаря обижаются, поэтому надо вратарям говорить, играешь еще в воротах. Ага. Ну, вроде ответил блицом. Отлично. Отлично, окей. Ладно. Пожелание это, да? Да, пожелание зрителя. Я что-то разошелся такой. Я-то привык с 7 часовым рабочим, ну, стримом, а ты-то что, 2 часа только. Еле-еле набирается. Подожди, а ты просчитал на какое время? Не, ну я думал, там часов 5 посидим. А-а-а. Я понял, ну. В следующий раз просто. Да, да, да. Я предлагаю просто, потом, когда сезон будет открываться, прям 24 часа вот так вот сидим. Хорошо. Ну, пожелание тогда я скажу и прощаемся. Все. Будьте хорошими людьми и тащите. Да. И смотрите стримы Леброньки. Обязательно. Ну и мои тоже иногда просматривать. Окей. Хорошо. Леонид, спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо. Я безумно рад был тебя видеть. Это большая честь вообще, что ты пришел к нам на шоу. Спасибо. Вам спасибо, что позвали. Зовите еще. Следующий гость, если вот еще вариант остался, Лебронька. Лебронька. Да. Лебронька. Лебронька. А, окей. Супер, да. Это уже будет стрим чисто для продвинутых, знаешь, то есть вот не для всех, а вот только вот для самых-самых вот… За деньги. И платные, да. Отлично. Окей. Причем платить будем мы, чтобы нас послушали. Ну это еще посмотрим. Это вот я, может быть, не готов вот именно на такие пожертвования. Окей. Ладно. Леня, спасибо. Спасибо зрители. Давайте прощаться. Всем пока. И приходите на следующие стримы. увидимся на фэнтези полях. Пока, 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 пока. Пока.